Женщина выписала пятилетнюю дочь из квартиры и продала жилье. Так Уфимка решила заработать на выпивку, которой пристрастилась вместе с супругом. Тогда бабушка девочки пожаловалась в прокуратуру. За дело взялась сотрудник надзорного ведомства Гузель Познякова. Она обратилась в суд и добилась признания сделки недействительной. Квартира перешла в собственность девочки, а мать ребенка и ее супруга лишили родительских прав. Ко мне подходит женщина, потом я ее узнала. Это лет через пять, наверное, где-то было с такой девочкой. И говорит, вот внученька, вот эта тетя нам помогла вернуть квартиру, где ты сейчас проживаешь. И вот мне было очень так приятно, что я могла в своей работе помочь людям. Это обращение Гузель Позняковой запомнилось больше всего. А их ей за 27 лет работы поступило тысячи. В благодарность за службу работницу ведомства наградили. Награждение отличившихся работников прошло на совещании, на котором работники республиканской прокуратуры подвели итоги года. На заседании рассказали, что в 2023-м не без участия сотрудников ведомства решили проблему обманутых дольщиков. А почти 900 сирот получили квартиры. Еще 80 – жилищный сертификат. Закон о введении такого типа поддержки депутаты приняли с подачи прокуратуры. Затронули и тему кибермошенничеств. В 2023-м число таких преступлений выросло на 53%. За год жители Башкирии отдали диджитал-аферистам 2,5 миллиарда рублей. Для борьбы с мошенниками в прокуратуре разработали комплекс мер. Начнем с профилактических мероприятий. Это шире надо использовать средства массовой информации, где должны освещать тему способов мошенничества. Есть определенные мероприятия, которые связаны с банковской сферой. Есть определенные договоренности о порядке выдачи и ограничении выдачи кредитов. Меры начнут принимать в этом году. Ожидается, что они помогут значительно снизить количество обманутых жителей региона. Артем Сулейманов, Эльдар Гореев, Сяуфа.